11 способов быстро сбросить вес. Согласитесь, что далеко не все из нас имеют хорошие пищевые привычки. Но если вы будете понимать, что именно вы делаете неправильно, это поможет вам встать на верный путь. Диетолог Кэтлин Зелман утверждает, что избавление от неправильных пищевых привычек и замена их правильными – ключ к эффективному снижению веса. А если вы в принципе будете придерживаться здорового образа жизни, то результаты только приумножатся. Без лишних килограммов ваше тело станет здоровым, а как известно, в здоровом теле – здоровый дух. Так давайте узнаем, что можно, а что нельзя делать, если вы хотите избавиться от лишнего веса навсегда. Оставайтесь с нами до конца видео, где вас будет ждать бонус с еще несколькими фактами об излишнем весе. Номер один. Избегайте обезжиренных продуктов. Статья, опубликованная в журнале Ассоциации потребительских исследований, утверждает, что люди, покупающие продукты с маркировкой обезжиренной, считают их менее сытными и в итоге съедают даже больше обычного, чтобы умереть свой аппетит. Дело в том, что в этих продуктах жир заменяют быстрыми углеводами, которые так быстро усваиваются, что чувство голода возвращается почти мгновенно. А это означает, что вы будете есть больше, чтобы наполнить свой желудок и наберете вес. Номер два. Спите по 6-8 часов ежедневно. Исследователи из медицинского центра Wake Forest обнаружили, что люди, которые спали менее 5 часов в день, набирали в два раза больше жира на животе, чем те, кто спал в среднем по 6-8 часов в сутки. Это правило прежде всего относится к людям младше 40. Недостаток сна приводит к постоянному чувству голода, даже если у вас полный желудок. А все потому, что недостаток сна влияет на выработку кортизола – гормона, который регулирует аппетит. Номер три. Не пейте кофе на пустой желудок. Ой, я тоже очень люблю с утра первым делом выпить чашечку кофе. Не надо ни завтрака, ни душа, ни разговоров, только кофе. Но, похоже, мы наносим серьезный вред своему здоровью, когда пьем кофе на пустой желудок. Доктор Адам Саймон, главный врач веб-сервиса медицинских услуг Пуш-Доктор, также ведет свой блог, где в одной из своих статей объясняет, что если кофе попадает в пустой желудок, то там начинает вырабатываться кислота, которая может повредить слизистую желудка и вызвать несварение. Помимо этого, кофе вызывает в организме стресс, что приводит к набору веса. Номер четыре. Не смотрите телевизор и не слушайте музыку во время еды. Исследователи из Университета Вермонта обнаружили, что при сокращении времени, проведенного перед телевизором на 50%, люди с излишним весом сжигали за день в среднем на 119 калорий больше. Другое исследование, опубликованное в журнале Food Quality and Preference, показало, что когда люди принимают пищу, слушая музыку, они в итоге съедают гораздо больше, чем те, кто обедает в тишине. Все дело в том, что когда наш мозг отвлекается, он не замечает, что мы уже съели достаточное количество пищи. Номер пять. Не ходите в магазин за продуктами, когда вы голодны. Вы наверняка знаете, о чем я сейчас говорю. Когда вы идете за продуктами на голодный желудок, вы накидываете в корзинку все подряд. А решение тут очень простое, как вы уже догадались. Кэтлин Зелман рекомендует съедать небольшую порцию здоровой еды перед тем, как идти в магазин. Список покупок также обязателен, и старайтесь его придерживаться во что бы то ни стало. Еще одна хорошая идея – это составить план питания на неделю вперед. Тогда вы будете знать наверняка, какие продукты искать в супермаркете. Номер шесть. Перестаньте пить газировку. 330 мл газировки содержит 140 калорий и 39 граммов сахара. А это означает, что если вы будете выпивать даже одну банку в день, вы наберете вес. Новое исследование, проведенное Гарвардской школой общественного здравоохранения и Национальным институтом здравоохранения Мексики обнаружило, что женщины, которые в неделю выпивали на одну банку газировки меньше, сбрасывали на полкило больше тех, кто продолжал пить газировку в привычных количествах. Это исследование длилось с 2006 по 2008 год, и в нем приняло участие 11 218 женщин. В конце этого периода участники с ожирением сбросили более тонны лишних килограммов, просто отказавшись от газировки. Номер семь. Откажитесь от сладостей после ужина. Многие люди любят съесть что-нибудь сразу после ужина, и обычно это что-нибудь, какой-либо десерт. Кэтлин Зелман со своей стороны рекомендует заменить сладкое на чашку чая или стакан несладкой газированной воды. В целом после ужина вообще ничего есть не стоит, потому что ваш организм уже получил нужный ему сахар из съеденных вами продуктов. Так что в десертах необходимости нет. Если вы будете постоянно потакать себе в этом, вы наберете вес. Однако диетологи не видят ничего плохого в сладком, если это полезное сладкое, с нужным набором полезных веществ. Поэтому выбирайте сладкое правильно и ешьте его в правильное время. Номер восемь. Не пейте бутилированную воду. Вы сейчас, наверное, шокированы. Однако ученые Вашингтонского государственного университета обнаружили, что питьевая вода в пластиковых бутылках может привести к набору веса. Да, вы не ослышались. Пластиковые бутылки содержат бисфенол А – химическое соединение, вызывающее усталость, ожирение и нарушение уровня гормонов. Исследование доказало, что бисфенол А снижает чувствительность к инсулину и ускоряет формирование адипоцитов или жировых клеток. А вот что по-настоящему тревожно, так это то, что у 92% участников исследования были обнаружены следы бисфенола А в крови. Номер девять. Принимайте пищу только в определенные промежутки времени. Во время исследования 2013 года под названием «Время приема пищи определяет эффективность снижения веса», ученые обнаружили, что люди, которые обедают между тремя и четырьмя часами пополудни, сбрасывают вес медленнее, чем те, кто ходит на ланч до часа 30. Другое исследование показало, что неважно, сколько раз в день вы принимаете пищу, но если последний раз приходится на время до 20.00, в целом количество употребляемых калорий будет ниже. Оба этих исследования подтверждают, что правильное расписание приемов пищи позволяет не испытывать голода, а голод обычно провоцирует переедание. Номер десять. Первым блюдом должен быть легкий салат. Журнал Американской диетической ассоциации опубликовал результаты научного эксперимента, в котором люди начинали свой прием пищи с определенного типа салата и затем ели пасту. В конечном итоге те, кто начинал обед с легкого салата, съедали на 7-12% пасты меньше, а те, кто ел тяжелый салат, потребляли на 8-17% пасты больше. Это доказывает, что салаты из капусты, шпината, салата латока и листовой зелени без жирных соусов помогают есть меньше, потому что они насыщают лучше. Номер одиннадцать. Ешьте порции одинакового размера как дома, так и в других местах. Наверняка вы замечали, насколько огромными бывают порции в ресторанах. В любом случае, они обычно больше, чем порции дома. По словам диетолога Джуди Каплан, когда вы едите большие порции, ваш организм превращает лишние калории в жир, потому что не может их израсходовать. Две большие порции в день не заменят пять маленьких. А все потому, что большие объемы пищи за раз замедляют пищеварение и провоцируют набор веса. Бонусные советы. У всех людей жир скапливается в разных частях тела. Существует несколько типов жира, которые находятся в разных областях организма. Бурый жир обычно скапливается в верхней части спины и плечах. И это самый лучший тип жира. Он встречается у стройных людей, так как ускоряет обмен веществ и сохраняет тепло тела. Именно поэтому у младенцев обычно бурого жира больше. Белый жир обычно скапливается в центральной части тела и отвечает за выработку гормона под названием адипонектин, который защищает организм от диабета и сердечных заболеваний. Подкожный жир скапливается в области ягодиц и бедер. Это не очень вредный тип жира, мы расскажем о нем чуть позже. Висцеральный жир – это опасный тип жира, который скапливается на внутренних органах, в основном в области живота и талии. Жир на животе обычно бывает двух типов – подкожный и висцеральный. И он может быть признаком диабета. Возвращаясь к жиру на бедрах и ягодицах. Этот тип жира лучше, чем жир на животе, так как в исследовании 2012 года было доказано, что женщины с грушевидной фигурой защищены от метаболических расстройств, а они обычно становятся причиной таких заболеваний, как гипертония и повышенный холестерин. Существуют приемы, помогающие избавиться от соблазна есть вредные для организма продукты. Вы можете последовать следующим советам. Храните чипсы или шоколадки в нижнем ящике, так чтобы они не были у вас перед глазами и от вас потребовались бы усилия, чтобы их достать. Вместо миски с печеньем поставьте на стол чашу с фруктами и перекусывайте ими в течение дня. Спрячьте вредные продукты на дно холодильника, так чтобы вы не видели их, открывая его. Сами знаете, с глаз долой и с сердца вон. А какие полезные привычки есть у вас или какие вы хотели бы приобрести? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому супер полезному видео и подписаться на наш канал. Присоединяйтесь к Эдми!